Лера, Лера, не делай глупо, да отпусти меня, Лера, они тут ходят, собирают что-то по снегу, обучение в адеквате, проход, что он тебя, как он тебя запугал? Макс, не лезь, Лер, 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 объясни, пожалуйста, ему, Ребят, всем привет, у вас было когда-нибудь такое, что вы приходите домой, а у вас дома находится психически неверновешенный человек, который угрожает вашей семье и не покидает квартиру, в моей жизни такая ситуация произошла совсем недавно, сегодняшним утром, когда я пришел к своей маме и увидел, как Антон, для тех, кто не знает, это реально просто психопат, находится у меня дома, мама пытается его выгнать, но не справляется с этим, я включил камеру, потому что я пришел просто в гости, поэтому я подснял это на телефон, поэтому извиняюсь за качество съемки и так далее, но сейчас, в общем-то, все увидите своими глазами, перед началом видоса можете подписаться, если не подписаны, обязательно поставьте лайк, и желаю вам приятного просмотра. Камеру включу. Что за... У вас что тут происходит? Кто его притащил сюда? Вообще ужас, я не могу ничего сделать. Проваривай отсюда. Нет, провеснику упало, да? Наверное, я с тобой, друзья. Давай, ты с ума сошла, что ли? Ты что ли его притащил сюда, с ума сошла? Давай на выход, на выход, давай. А как же чай, где ваше гостеприимство? Костя, гостеприимство, ты незваный гость, давай вали отсюда, ты все рамки переходишь. Теперь ты понимаешь, откуда вся грязь? Я здесь политику не валью. Вера, зачем ты... Пусть он... Валь, зачем ты привелась сюда? Давай, вали отсюда. Вера. Вали отсюда, вали отсюда. Вали отсюда, вали отсюда. У меня раньше друг был, и вот так же вот, у нас с ним все не залазили. Звони в полицию. А другу потом не стал, знаешь, мне как грустно было. Давай, давай, давай. Ты ведь не в шатачку. Вера. Ты не везет. А этот друг очень любил мечи, вот, кстати, я у вас заметил. А ты знаешь, когда был первый меч изобретен? Я могу, Максим, с него сладить. За 2000 до нашей эры еще лет. Давай, 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 будем деревянный палок. Выход, давай. Валь, какой не гостеприимств? Валь, какой не гостеприимств? Какого хрена ты вообще тут делаешь? Давай, давай. А вы-то хоть благоразумнее были бы. Уходи отсюда! Посмотрите на фотографии. Ребята, вы все прекрасно знаете, что я люблю в свободное время поиграть в GTA на проекте Радмир, либо же Хасл, если я играю с телефона, если нет возможности добраться до компа. Но не все из вас знают, что я реально веду съемки видосов по этой игре. То есть, когда я захожу в игру, я стараюсь записывать все события, которые там происходят. И все ребята, которые попадают мне на глаза, с которыми я взаимодействую в игре, попадают в эти вот ролики на этом канале. Вашенко Гейм канал, 183 тысячи подписчиков. Здесь вот куча роликов. И суть в том, что здесь не только по игре. То есть, помимо игры, я разбавляю это тем, что я рассказываю вам реально о различной истории своей жизни. То есть, вот недавно был инцидент с моей мамой, с доставкой. Кто смотрит телегу, тот знает. Также, кто смотрит этот канал, те знают. Тут я более подробно рассказал всю ситуацию. Почему померились с Юрцом, тоже здесь я все рассказываю. Короче, по сути, все, что вы хотите знать о моей жизни, вы узнаете как раз-таки на проекте Радмир, вот на моем канале. Я играю на 16-м серваке. Залетайте, вы можете также задавать мне вопросы в самой игре, потому что комменты все я могу не увидеть. Ну, в игре, если меня встретите, в голосовом чате мне задаете вопрос. Я не сбегаю, я всегда с вами общаюсь и взаимодействую. Поэтому залетайте, вводите обязательно мой промокод. Он тут перед вами на экране. По нему вы получите бонусы, с которыми вам будет проще начинать. Уже какие-то деньги будут, вы уже будете не совсем бездомным. Вот. Есть еще у нас беседа такая ВКонтакте. Радмир, 16-й сервер, 4400 участников. Не смотрите на то, что они периодически убавляют. Дело в том, что если кто-то флудит, спамит, оскорбляет других, он просто исключается из этой беседы. Потому что здесь только дружественное общение и общение только по игре. То есть можно друг другу помогать, что-то советовать, про продажу что-то в игре там вбрасывать и так далее. Поэтому залетайте по ссылке в описании, все ссылки будут там. Играть можно на айфоне, на андроиде, на компе, с любых вообще платформ, с каких только вам удобно. Поэтому залетайте, всех ждут. Да забери до своей фотографии, убирайся отсюда! Мне гоже, это как-то было. Уходи, уходи отсюда! А я-то думал, в кого такая агрессия. Теперь понятно. Давай валяй отсюда. Поджигает человека, а? Давай забирайся, вали всем насрать, что ты тут показываешь? Мер, помни, да. Ты же знаешь, с чем тебе можешь это учить? Иди отсюда, иди отсюда. Иди в комнату, все, иди в комнату, иди отсюда, в комнату. Как это может так быть? Давай обувайся, вали отсюда. Я могу с него сладить. Да выбей спинем палку эту гребаную. Лера! Уходи отсюда! Все, вали. Вали. Что-то никак не успокоишься. Все сказали, вали. Ты что тут делаешь-то? Вали отсюда. Все, пошел вон. Я остаюсь здесь. Я пришел навестить своего друга. Нашел. Вон. Не трогай мою сестру. Вали отсюда. Кто сказал, что она твоя? Лера! Идем сюда. Не звони в полицию. Не бойся. Позывай подарок. Позывай в полицию. Все, полицию вызвай. Давай, давай. Инна, вы посмотрели на своего сына, чем он занимается в свободное время, какое у него время преподавание. Да куда пошел? Давай на выход. Да куда ты едешь? Ты за семью сейчас глаза вырву, тварь. Пошел нахуй отсюда. Вали отсюда. Как ты сильно упираешься, а? Вали нахер из дома. Лер, повлияй на своего брата, пожалуйста. Я за себя не ручаюсь. Пожалуйста, повлияй. Я же по-доброму пришел. Просто пообщаться. Мы же друзья. Входи из дома. Лера? У тебя тут нет друзей. У тебя вообще нет друзей. Вали отсюда. Сейчас полиция приедет. Ну вот, старт. Пускай разбавится сначала с нашим сыном. Да, да, да. Покажите им все эти фотографии. Ты подотрись им. Попомяло ложечкой-то воспользуйся. Я же все-таки культурный человек. Гостеприимство у вас страдает однако. Да, с этим надо бы поработать. Вера, ты запомни историю про друга. Она ведь может повториться. Знаешь, как мне было грустно, когда друга не стал. Ты тоже будешь грустить. Пошел на выход. Давай на выход. Все. Мы с тобой еще увидимся. Все, убирайся. А это ваши фотографии на память. Слушай внимательно. Я своего добилась. Пошел вон отсюда. Вон пошел. Недолго осталось. Ты нормальный вообще? Ты что делаешь? Ты откуда его привела? Ты нахрена его притащила? Черт, ты человек. Это что еще за эти дружбы? Я что-то не пойму. Тебе стеровесившего не хватает? Лер, объясни. Я еще не вошел. Или в комнату, Лер? Ты вообще знаешь, кто это? Кого она притащила? Ну, я видела у тебя, видела. Ты знаешь, насколько он больной на всю голову? Он реально больной. Ну, ты, я думаю, уже заметила. И я не понимаю. У него просто крышняк ездит. В дурку надо. Куда-то я хрен знает. И она с ним связалась. Почему она какая-то? Почему она на одной школу ходит? Уже большая. Четвертый класс. Теперь буду встречать ее. А, она пошла. Теперь не будет одна. Скидем наследил. Я думаю, после него это ничего. Так, все. Фотографии выкинь. Вот эти все. Ребят, короче, сейчас камеру до этого. Сорян, тоже не снимал. Происходит просто полная жопа. В общем, моя сестра снова связалась с Антоном. А почему ее отпускают? Я не понимаю, каким образом она снимала. Потому что, может, сказала, что она просто погулять вышла с подругой. Я хрену узнать. Короче, вот вся ситуация. Какой-то Валентин Кожельников написал. Я сначала не хотел даже открывать, но увидел как раз твой сестра с Антоном. После этого открыл. Макс, хорош, что ты прикинь, твой сестра с Антоном идет. Он скинул, сколько, это когда хотя бы было. Но он скинул, вот он только что, недавно скинул. Ну, а может, а это было час назад? Ну, он скинул, наверное, сразу. А ты мамке не звонил? Я никому не звонил. А что мне ей сейчас звонить-то? Зачем? Какой час назад? Час назад она дома должна была быть. Короче, ща, погоди, развернемся, давай, успокоимся. Короче, я не понимаю, с ней провели сегодня с утра беседу. Сегодня с утра я к ним приходил. То есть для тех, кто вообще там не знает, что происходит, не знает, какой Антон и так далее, это просто неадекватный, психически, неуродонешный человек, который начал реально какую-то травлю и преследование моей семьи. То, что он просто не отстает. Не от моей сестры сейчас начал. Сейчас добрался до моей мамы и просто пошли какие-то угрозы. Сейчас моя сестра с ним просто гуляет полей. Он может причинить ей любой вред. Поэтому они понимают, что это сделать, нужно срочно туда сейчас топить и искать их по этой гребной аллее. А она огромная, это аллея, поэтому я хрен за это. Может, хуже там и нет. Ты понимаешь, что, чтобы ребята понимали, она больше 10 километров здесь и плюс еще километра 4-5 дальше. Их может там уже не быть. Они, может, в другое место свалили, потому что прошло полчаса, я сразу же набрал Кириллу, было не до съемки и так далее, потому что я реально торопился прям по-быстрому. Сейчас вот мы туда как раз-таки едем. Я пока что не понимаю. Если им надо что-то по-любому делать, я не знаю, полицию натравить. Я психиатр, я не знаю, он неравновешен. Я просто реально боюсь. Я раньше не боялся, а сейчас я боюсь именно из-за своей семьи, потому что им реально, ну, угрожает опасность. Из-за этого... Это когда и моя семья недавно угрожала все, что? Вот он начал именно заходить через семьи и просто начал нам как-то пытаться поднасрать через наших близких родственников. Я просто не понимаю. Какой раз план? Мы разделяться будем? Потому что, алия, большая, мы... Если ты захочешь забрать меня в мою сестру, то один точно не спрашивать, то надо именно вдвоем, потому что я даже с места хреново сдвинешь. Там такая... Там, блин, он весит больше центнера, блин. Там просто жесть. У меня с собой даже ничего нет, чем его просто ушатать, если что. Да и там куча людей, не знаю. Надо было ствол, наверное, взять. Да какой ствол, что, прикалываешься, что ли? Налею ствол, куда? Что, в жопу его только все ссувать, я не знаю. Вот, в общем, сейчас по месту, если найдем их, включу снова камеру. Не понимаю, они там просто идут, как, знаешь, как, не знаю, как парочка какая-то, да? Друзья, блин, реально. Но больше выглядят, как отец и дочь, честно говоря. И подозрения внешние. Просто обидно, что люди не понимают, что тут ребенок с психически больным, с психушкой, с человеком. Ага, есть такая тема. Я даже не понимаю сейчас, в какую сторону. Сейчас мы просто можем в обратную сторону от них пойти в противоположную. Кстати, иронично, знаешь, что? То, что здесь, в километрах через лес, как раз пускай Лермонтова наша основная. Сейчас надо прям по-быстрому ее забрать и по-быстрому домой, потому что я не представляю, в каком состоянии сейчас мамка. Просто если ты говоришь, как ее отпустили, возможно, он опять домой зашел. Тогда он же там и мамке моей угрожал. Ну да. Он всей семье угрожал, то есть, возможно... Но заметь, физически он... А почему он физически не надавил? Никак, его как будто прикалывают именно словами. В какую сторону? Я не знаю. Я предлагаю прямо по всему кругу сейчас пройти, а потом уже обследовать вот эти, как его... Да, я закоулками, он по-любому куда-нибудь с дороги бы с ней свернул. Ну, явно, он же с людьми не будет ходить, правильно? А это не он там? Смотри! Где проход туда? Я не успеваю за тобой. Потому что сейчас Макс ничего не натворил. Ее, слышишь, что ли? Отошелся вперед моей. Лер! Отпустил ее! Отпустил ты как-то! Я тебе сказал, отпустил! Отпусти ее! Я тебе говорю, успокойся! Лер, а ты что стоишь-то выроси? Я тебе говорю, успокойся! Я тебе говорю, успокойся! Отпусти! Отпусти сестру мою! Отпусти ее! Отпусти! Успокойся! Лер, что ты с ним делаешь вообще? Лер, ты видишь, какой у тебя брат? Какой? Я с тобой пришел! Отпусти ее! Идем, все, идем домой! Отпусти ребенка! Вам что надо, молодые люди, а? Вы что хотите? Смысл? Лер, а? Стру мой путь! Вы что от нас хотите? Сестру мою отпусти! Вы что хотите? Собирайся, что-то копать, идите! Я тебе сказал, сестру мою отпусти! Вы что хотите, а? Сестру мою отпусти! Молодые люди, вы что происходит? Сестру! Прячься от них, надо! Пошли! Лер! Прячься! Лер! Ты что делаешь-то? Отпусти ее! Прячь! Лер! Отпусти ребенка! Макс, Макс, Макс! Отпусти ребенка! Макс, полиция, слышишь? Да, давай, нет! Отпусти ребенка! Лера, Лера, отойди! Макс, 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 не надо. Что происходит? Что ты что делаешь? Что ты что делаешь? Тихо! Иди сюда! Отдай, пожалуйста, дедушку. Отдай, дедушку. Ну ты что делаешь, что ли? Вы не того задерживаете, а он прохитил. Он ребенка похитил. Какого ребенка? Сестру мой похитил. Моя сестра Лера. Ты что несешь, придурок? Тихи какие-то ходят. Ты что, горишь? Я инвалид второй группы. Они напали на меня. Ты что несешь? Отпустите его. Ты что? Держите, он очень агрессивный. Он агрессивный. У меня сейчас голову дорву. Держите его, пожалуйста. Я тебе сейчас башку снесу. Прошу, держите его, пожалуйста. Что здесь происходит? Что это люди? Лера, объясни ему. Ты знаешь этого человека? Лера, как же ты меня не знаешь, да? Лера. Знаешь его, да? Ты конечно знаешь, она сестра моя. Что ты несешь? Послушайте, это его сестра. Скажи, что это его сестра. Это кто? Это ребенком. Отпусти меня. Вы его знаете? Лер. Вы его не знаете? Лер, скажи, что... Он ее запугивает сотрудник. Он ее запугивает. Ты что путаешь? Ты что здесь? Фак ю. Отпусти ты меня. Лер, объясни ему, что я твой брат. Объясни ему, что я твой брат. Лер, ты что делаешь? Не берись в полицию, пожалуйста. Лер. Лера, не с ним. Лера, не с ним уже. Вы душите его, вы понимаете? Я это все фиксирую. Она его не знает. Я все фиксирую. Что ты там на уху? Что ты подговариваешь? Он ее врет. Я все фиксирую. Я журналист. Я журналист. Посмотрите, я все фиксирую. Кто же у тебя напал? Это недоразумение. Мужики, это недоразумение. Посмотрите у ребенка. Сходите у ребенка, пожалуйста. Сейчас он нас все скажет. В смысле, Лер? Вы не знаете его, да? Сокнись и дай ребенку, пожалуйста, сказать. Вам придется прийти в отделение с нами. В смысле отделение? Воно словами. Лер, пойдем. Лер, пошел в отделение. Поехали, там помогут. Все, я. Пойдем, Лер. Я ее увожу. Иди отсюда. Что происходит? Проходят в дежурную часть. Стоять на месте. Слышал, что он несет? Я еще раз послушаю. Лера, Лера, не делай глупо. Отпусти меня. Они тут ходят, собирают что-то по снегу. Все. Все. Лер, объясни, пожалуйста, им. Объясни. Лер. Мужики, вы реально никого задерживаете. Вы ошибку совершаете. Большое, у вас проблемы будут. Вы не документов, ничего у него не спросили. Пойдем. Он не сопротивляет. Лера. Тяжело, тяжело. Сейчас вырву все. Сейчас буду рваться. Сейчас руку сломается. Сопротивление полиции. Да. Спокойте. Макс, Макс. Рот. Слышишь? Подъем. Ты что несешь? Его увидите, он может навредить людям прохожим. Ты что натворил? А этого заберите сотрудники, он нападает. Ты что, тварь? Ты что, тварь? Сотрудники, он нападает. Все, проходим. У тебя проблемы будут. Я до тебя доберусь. Как он тебя запугал? Макс, не лезь. Лер, Лер, объясни, пожалуйста, ему. Я не знаю, я тебя боюсь. Что у вас на голове? Ты что, глупостики, ты говоришь? Стоять. Я фиксирую все правонарушения ваше, отдай мне камеру обратно. Так, как она выключается? Не надо ее выключать. Там еще машина сейчас сидит. Да не надо ее трогать. Короче, вышли мы из отделения, нас там продержали минут 40. Вот. И сказали, что... Ну, не имеют, короче, нас права в целом задерживать. Прости, чтоб камеру хоть отдали. Хотя бы не раздали. Слушай, надо сейчас тачку забрать. Из меня эвакуироваться. Надо такси, Кирилл, такси. Домой. Вызови, пожалуйста, вызови такси. Мамка, ты что с ней? Если Антон забрал мою сестру, как-то, возможно, он снова приходил. Либо мамка на панике из-за сестры. Что, три минуты будет? Просто я без понятия. Погнали, не будем сейчас время тратить. Куда погнали? В дороге, в дороге. А подъедет. Просто... А куда он сейчас сестру? Где они сейчас? Чего они? Короче, взяли просто наши все данные. Сказали, что с нами свяжутся. Вызовут снова. Я не знаю, правда, зачем. Зачем? Затем ты с ними боролся, наверное. Стоп. Скажи спасибо, что тебе еще трое суток не дали. Если Антон реально ее забрал, то два варианта. То есть, либо с мамой что-то случилось, либо... Макс, давай успокоимся. Короче, мы делаем так. Сейчас едем на такси за мамой. Берем маму, объясняем ситуацию. Едем искать Леру туда, я не знаю. Либо вызывать главных над этими полицейскими. Потому что они были свидетелями. Мама подтвердит, что это ее дочь, что ты брат. Значит, ее тогда сюда. Понял логику. И потом все. И полицейских этих можно тоже привлечь. А вон едет. Едет. Спокойно, спокойно. Мама. Чай. Чай. А что такое? Ничего. Да, какого дела, хотел узнать просто. Нормально все. С утра неприятная ситуация произошла. С кем? Ну, Антон когда приходил. А, это да. Все нормально? Тихонько. Да. В себя пришли. А где была сегодня? На площадке. Гулял на улице? А когда пришла Лера? Минут 20 назад. Все хорошо у тебя? Да. Точно? Да. А с кем гулял на площадке? С подругой. А как зовут подругу? Яна. Мы с тобой потом поговорим отдельно. Ты что? Обо всем. А ты что, отошла от ситуации? Да ну вообще какой-то кошмар. Если не ты, я вообще не знаю, что он был. А я не понял, зачем вы опустили его? Каким образом? Я пришла, он уже здесь был. А, это для... Я просто не знал, у меня уже не был. Я просто не помню, что-то сразу полицию не вызвало. То, что по стороне человека в доме, тем более ты знаешь, то, что он отбитый на голову. Ну я растерялся, думаю, сейчас я ему скажу, он меня испугается, убежит. А он не убегает, не уходит вообще. Я его сдвинуть с места не могу. Я вообще не знаю, что было бы, если бы Максим не пришел. Что он хотел... Да, отойти от него, ты говоришь... Что он хотел вообще? Я не знаю, какую-то херню несет. Ну он с какой-то целью конкретную, с чем? Он знаешь, что... Что-то болтает, болтает, я вообще ничего не понимаю. Чего он там рассказывает, про каких-то там мальчиков. Чего он вообще там несет? И я от него отойти боюсь, ты пришел. Ой, что это? Это что, кровь из носа? Кровь? Да, кровь. Беря, что случилось? Нормально себя чувствует? Голова не болит, ничего? Кошмар! Нет, нет, у меня здесь тоже... Голову закинь назад. Не надо, наоборот, закидывать. Наоборот, надо закинуть, чтобы кровь не текла. Ты что? В смысле, надо закидывать, она бесконечных утечек. Конечно, говорили, закидывать, потом я... Да, 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 не надо, закидываться. Это потом бесконечно будет течь, там просто. Она может куда-то там затечь. А есть это? Леш, идем, умоемся, иди потихонечку. Голова не кружится? Давление, может, и померить. А из чего кружится? Раньше так ясно. Может, витамином скакую, а может быть, и Антон. Я не знаю. Точно нормально себя чувствует? Да слабость, конечно, есть у тебя? Я вообще не понял, что она дома оказалась, в чем не бывала, ничего не рассказывали. Почему она не рассказывала? Вообще просто из покерфейса, вообще все нормально. В чем ты будешь сейчас с мамой говорить? Я бы сказал, я не буду рассказывать. Что, дурак? Надо рассказать все. Надо рассказать. Надо рассказать маме. Для того, чтобы еще мама переживал, мне и так у мамы проблем с здоровьем. Ты что прикалываешься? Я понимаю, ну а что делать? Она будет вооружена на черку постоянно. Я буду рассказывать. Я надо и маму, и Леру просто оградить от этого. Я расскажу. Ты дурак, что ли? Я расскажу. Иди, лучше свою семью. Ну что? Да Кирилл уже уходит просто. Да нет, я... Давай, давай, ладно. Изи, ты. Надо рассказать. За своей бабушкой, за которой он угрожал. Не надо ничего говорить. Фотки с собой при цепи. Она будет... Ты дурак, что ли? Ты не говори. Ты херню сейчас несешь кирове. И на, можно вас на секундочку? Ты дурак, что ли? Иди, давай. Иди, что ли не хватает стресс? Уже, иди, давай отсюда. Да я не пойду. Ты иди, что ли же отсюда? Занечайся. Заткнись. Нет, я хотел... Тихо ли ты. Максим, ты что-то укрой. Ты что, я не понимаю, что заклунады? Давай, иди отсюда. Да я не пойду отсюда. Что ты меня выгоняешь? Ну ничего, все нормально. Это мы так предыдуем. Нет, мы не придураемся. Ты неправильно Максим делаешься. Да. И мне кажется, Максим, я есть кое-что вам сказать. Все, я уезжаю, ухожу, да? Да, да, дайте. Ну ничего, что-то он дурачок какой-то. Перекалывается он просто. Да что ты это? Да что-то день какой-то сегодня вообще непонятный. Так, ладно, все нормально, да, у нее? Ты что, ваку встал? Ну вот держите, чего-то, у нее. В целом, как самочувствие? Голова не кружит, все нормально? Нет. Так, ладно, я погнал. Все, тогда давайте.